Всем привет! Наш курс «Введение в SEO за 30 дней» уже подходит к концу. Осталось буквально несколько уроков. Сегодня мы рассмотрим такой важный вопрос, как продвигать сайты на разные регионы и как работать с мультиязычными сайтами. С мультиязычными вроде попроще. Допустим, у вас есть русскоязычный сайт в Украине, и вы планируете сделать украинскую версию. Что здесь нужно учесть? Или, например, вы продвигаете сайт на несколько стран. Там Украина, Россия, Беларусь, а может быть страны Европы. Тоже какие вопросы важно учесть для мультирегионального SEO. Да, давайте разберемся. Первое, что нам нужно сделать, это выбрать структуру URL-адресов. Но мы должны учесть, что у нас есть как разные регионы, так и разные языки. Давайте сначала посмотрим тот вариант, когда у нас разные языки. Первый вариант – это создать отдельный региональный домен. Как делает Google, у него в каждой стране есть свой региональный домен. Минус здесь в том, что это увеличивает стоимость продвижения, стоимость работы над сайтом. Также у нас возникает вопрос, когда в разных регионах присутствует один и тот же язык. Что с этим делать? Но это, в принципе, решается тегом о шрифленг, который мы рассмотрим чуть позже. Главный минус отдельных региональных доменов, когда мы их используем для языковой структуры, это именно увеличение стоимости. Можно выбрать вариант с языковым поддоменом, как делает Википедия. Здесь у нас красивый адрес. С помощью поддоменов можно получить больше результата в топе. То есть, когда по какому-нибудь запросу будет показываться несколько ваших поддоменов. Такое тоже бывает. Хотя с языковыми это не всегда управляемо. И тут каждый поддомен будет иметь разные хостовые факторы. То есть, разный поддомен будет считаться как отдельный хост, соответственно, для них разные факторы. Это немножко сложнее опять в продвижении. Хотя уже удобно тем, что всего лишь один домен. Для языка также можно выбрать подпапку. Вот, например, как у Skype. Skype.com.ru, Skype.com.d и так далее. То есть, для разных языков, в принципе, есть разные подпапочки. Это легко настраивается. В том числе, когда мы продвигаем подпапки, то передаются хостовые факторы всему домену. И это влияет на продвижение других подпапок. То есть, в этом плюс. Но, конечно, сложнее собирать статистику. Если у нас был бы поддомен, мы разместили отдельный код. А здесь придется настраивать дополнительно веб-аналитику. Хотя это тоже не проблема. Плюс для языка можно использовать динамический параметр. Непосредственно параметр в Урле. Так делает Google в своей справке. Такой способ, наверное, проще всего реализовать. Но если мы хотим потом привязать этот язык к региону, то все предыдущие способы в этом плане хороши. А вот параметры Урла здесь не подойдет. То есть, конкретный Урл привязать к региону мы не сможем. Ни в Яндексе, ни в Гугле. Ну, разве что у документа будет документная региональность. Давайте теперь посмотрим структуру Урлов, когда нам нужно несколько регионов затронуть. Опять же, отдельный региональный домен. Мы уже сказали, увеличивается стоимость продвижения. Но зато его легко сделать мультирегиональным с разветвленной структурой. То есть, мы можем взять международный домен. В Гугле не привязывать ему никакие регионы. Соответственно, он будет мультирегиональным. И сделать разветвленную структуру, если там нам нужна новости, блок, магазин и так далее. И плюс мы можем делать мультиязычным. И, например, для международного домена язык делать под доменом. В плане структуры здесь проще, конечно, управлять. Можно использовать под домен региональный. Это удобно для того, чтобы привязать регион в Яндексе. В Гугле тоже мы можем любую страну привязать к под домену. То есть, это тоже удобно. Но немножко будет неудобно, если нам нужно для одного и того же региона разные языки. Тогда нужно будет продумать, как мы в Урле еще введем языковую принадлежность. Ну и можно выбрать подпапку. В принципе, в Гугле можно привязать регион и к отдельной подпапке. В Яндексе, к сожалению, это сделать нельзя. Регион привязываться будет только к самому домену. Но можно еще на документном уровне, если мы будем использовать топонимы, то будет просто региональный документ. И если мы оперируем подпапками для регионов, здесь будет сложно сделать сайт мультиязычным. То есть, здесь нужно будет еще придумать какую-то дополнительную структуру для языка. Ну, если была подпапка, ну не знаю, разве что язык выносить на поддомен или делать его параметром Урла. Подпапки для регионов удобно использовать, когда у вас один регион, один язык. Тогда здесь без проблем можно использовать подпапки и будет удобно для SEO, вы продвигаете один домен. Бывают, конечно, сложные случаи. Обычно они возникают для очень больших сайтов, которые работают по разным регионам. Плюс у них действительно много языков. И там нужно отталкиваться даже не от плюсов, минусов папок поддоменов, а от остальной структуры сайта. Что сайт себе содержит и как теперь в эту структуру внедрить региональность и мультиязычность. Итак, дальше давайте посмотрим необходимые работы, которые нужно произвести с нашим мультирегиональным сайтом. Ну, во-первых, мы уже сказали про структуру. То есть, нужно выделить в структуре язык и регион. Оптимально будет, когда они объединены. Один язык, один регион. Такое бывает не часто, но в принципе бывает. Далее нужно привязать регионы в панели для веб-мастеров. В гугле нужно каждый региональный кластер добавлять в панели для веб-мастеров в Search Console. Если у вас поддомен, значит добавить поддомен как отдельный сайт. Если у вас подпапка, добавить подпапку как отдельный сайт. И в панели для веб-мастеров выбрать ей регион. Если мы говорим о Яндексе, здесь немножко сложнее. Проще всего регион в Яндексе привязать с помощью Яндекс.Справочника или Яндекс.Каталога. Яндекс.Каталог позволяет привязывать до 7 регионов. В Яндекс.Справочниках в принципе там не ограничено. Но для Яндекса необходимо иметь региональные локации. Если у вас нет представительства в каком-то городе, то достаточно сложно привязать регион. И здесь тогда нужно ориентироваться либо на геонезависимые запросы. Те запросы, которые в принципе не зависят от региона. Либо же привязывать тот регион, который наиболее конкурентный в вашей нише. А все регионы остальные будут подтягиваться просто за счет низкой конкуренции. Следующее, что нужно сделать, это использовать тег Ашрифленг. Обязательно. Сейчас мы о нем подробнее поговорим. Если у вас есть автоперевод, то обязательно закрывать его от индексации. Потому что могут быть потом проблемы с продвижением. Но все остальное должно быть открыто. Даже если у вас одинаковые языки в разных регионах, сделанные на разных урлах. И там одинаковый контент. То это все необходимо открывать. Но при этом использовать тег Ашрифленг. Необходимо добавить выбор языка для каждой страницы. Чтобы находясь на любой странице, можно было выбрать язык, на котором мы хотим посмотреть. Если сайт мультиязычный. При этом лучше использовать не флажки, а именно текст. И пользователям будет понятно. Потому что флажки не всегда отображают язык. И поисковики тоже по тексту будут понимать, куда ведет ссылка. Но это больше, конечно, для юзабилити. И если вы используете текст, то писать, например, не английский на русском, а English. То есть именно на том родном языке, который вы сейчас предлагаете. Плюс, конечно же, плюсом будет использовать топонимы в самих текстах, в заголовках, где-то в метаописаниях. То есть если документ принадлежит конкретному региону, то в нем должны встречаться слова, топонимы этого региона. Теперь немного о теге Ашрифленг. Ашрифленг предназначен для того, чтобы поисковики понимали, где какая языковая версия у страницы. То есть если у вас мультирегиональный или мультиязычный сайт, то для каждого документа вы используете тег link alternate, а Ашрифленг равно. И здесь вы указываете либо язык, либо язык регион. И ссылка, где находится эта региональная страница, которая принадлежит этому языку. То есть на одной страничке будет несколько таких ссылок для каждого языка, для каждого региона. Вы можете посмотреть примеры у известных сайтов, как они делают, например, booking.com или другие бренды. Но вся эта информация есть в справке, ссылку я добавил в описании. В атрибуте Ашрифленг используется либо одна часть, это значит будет означать язык, либо две части. И первая часть это будет язык, вторая регион. Например, ru.ru это будет русский в России, ru.uk это русский в Украине. Некоторые для Украины могут поставить UA, но это будет неправильно. То есть нужно придерживаться того ГОСТа, который используется поисковиками. Опять же, в справке есть эта информация. Также можно использовать значение атрибута xdefault. Это страничка по умолчанию, которой не привязывается никакой регион, а например, предлагается выбор региона. То есть интерактивная карта с выбором региона. Либо же происходит редирект на тот регион, в зависимости с какого IP зашел пользователь. xdefault позволяет показывать корректную страничку в результатах поиска поисковикам. Если, например, никаких соответствий для пользователя ни по языку, ни по региону нет. То есть ему будет отдаваться какая-то отдельная страница. Ну и обязательно, если вы с одной странички ссылаетесь на другую, то из той странички должна быть ссылка на первую. Мы сейчас говорим о ссылке с атрибутом Ашрифленг. Плюс нужно использовать обязательно абсолютный путь, потому что некоторые здесь ставят относительные пути, и это неправильно. Необходимо использовать абсолютный. И еще несколько нюансов касательно регионов. В гугле регионы это отдельные страны. Для России, например, это один регион. И там неважно, откуда пользователь заходит, в гугле нет такого понятия, как геозависимый запрос. Геозависимость влияет только на продвижение в локальном поиске. Локальный поиск мы обсуждали на позапрошлом занятии. В Яндексе же Россия поделена на множество регионов. Привязка к локациям, к городам, к поселкам, к регионам, к городам. Это мы должны понимать, когда продвигаем одновременно под несколько поисковых систем. Для гугла региональный домен, он принадлежит лишь одному региону. Если, например, это .ru, то обязательно там будет Россия. .ru продвигать в Украине будет очень сложно. Соответственно, .com.ua будет Украина. И продвигать его в России тоже будет сложновато. Не то, что нереально, но просто конкурировать придется с региональными доменами. Для привязки нескольких регионов, если вы хотите в гугле привязать несколько регионов одному домену, то необходим международный домен, который не привязан к конкретному региону, например, .com, .org, .info, любой другой международный домен. И там вы можете использовать либо под домены, либо под папки. В Яндексе одному домену можно привязать несколько регионов, как мы уже говорили, либо через Яндекс.Каталог до 7 регионов, либо через Яндекс.Справочник, если вам нужно больше регионов. Но, конечно, для Яндекса нужны региональные представительства. Здесь для многих виртуальных бизнесов возникает проблема. Нужен физический адрес. Это все, что можно обсудить по мультиязычному, мультирегиональному SEO. Полезные ссылки я добавил в описание. Посмотрите, там несколько дополнений к нашему уроку. И опять же, если у вас вопросы, обязательно пишите в комментарии. И до встречи завтра.